В 2020 году звание литературного города России получила Анапа. Такое звание присваивает Союз писателей России городам и населенным пунктам, которые уделяют особое внимание сохранению литературного наследия и популяризации художественного слова. Однако тогда коронавирусная инфекция помешала вручить официальные документы о присвоении почетного статуса. И вот сегодня, спустя два года, торжественная церемония в Центре культуры Родины все-таки состоится. Участие в праздничном мероприятии приняли вице-мэра Анапы Светлана Балаева и генеральный директор Союза писателей России Василий Дворцов. Будем рождать, создавать историю, передавать эту историю будущим поколениям, потому что на основании именно того, что пишут наши сегодняшние литераторы, писатели, будут оценивать и наши действия, и понимать то, как мы себя вели, и сохранять нашу, наверное, культуру. Это, мне кажется, основная ценность сегодня для нас и наш язык — это то, что нужно сохранять и развивать. Спасибо. Ну и нас всех поздравляю с этим замечательным званием. Важно, что литературный процесс не скончает, еще раз повторяю, это процесс национального самосознания. По другому форме, то есть нация себя, кроме как в литературе, не осознает, не прочувствует, не определяется сама по себе. И этот процесс должен жить, потому что жив пока наш народ. Мы не имеем права остыть, устать, уйти в сторону какую-то. И спасибо, конечно, спасибо администрации, что есть такое понимание, что из года в год, из года в год мы получаем эту помощь. Спасибо вам. На сегодняшний день в Анапе существует два крупных писательских объединения, Парус, которому более 50 лет, и Авангард — лучшее литературное молодежное сообщество России по итогам прошлого года. К поздравлениям присоединились поэты, прозаики, публицисты, а также журналисты нашего города. Природа успокоится не скоро. Над морем распоясалась гроза. Анапа имеет много званий. Анапа — это город-курорт, всероссийская детская здравница и семейная. Анапа — это город воинской славы. Анапа — это самый солнечный город России. И теперь вот к этой череде званий добавилось совершенно новое, яркое и, я думаю, очень значимое для нашего города звание литературного города России. Литературная жизнь в Анапе очень богатая, и я надеюсь, что присвоение вот этого звания только подстегнет к тому, чтобы Анапа поднималась на новую высоту. Красивая природа и море как магнит притягивает творческих людей на наш курорт. Ежегодно ЦК «Родина» проводит Всероссийский фестиваль «Поэзия русского слова». Ну а сегодняшнее мероприятие в очередной раз продемонстрировало богатое культурное наследие Анапы. Никита Васюхин, Михаил Попов. Анапа. Регион.